Этот период вообще планируется до осени делать дорогу и доступна будет для движения только одна полоса. Как справляться будете? Ну, лучше сейчас трудности перенести, чем потом. По статистике, в обычное время здесь проезжали 15 тысяч автомобилей в день. Ежедневные пробки стали причиной того, что объездную включили в нацпроект безопасные и качественные дороги. Часть трудностей автомобилисты уже переждали. Одну сторону дороги открывают для движения. На данный момент времени выполнены работы более чем на 30%. Выполнены работы по одной-второй проезжей части по подготовке основания, устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, забивки геошпунта. До конца года мы должны выполнить весь объем работ, запустить дорогу в полностью эксплуатацию. И все основные строительные работы мы хотим завершить в сентябре-октябре месяце. Свою лепту в скорейшее завершение проекта вносят и бойцы студенческих отрядов. Бригада из 12 человек трудится здесь с 13 июля. Все студенты технического университета. Будущие строители постигают тонкости профессии. Мы работаем дорожными рабочими разных разрядов. Выполняем все виды работ, которые нужен непосредственно на ручной труд. До этого у нас было купить геошпунтов в насыпь для укрепления откоса. Сейчас подготавливаем насыпь подсыпки грунта и убираем мусор. Для ребят даже построили лагерь. Они живут в вагончиках со всеми удобствами. Есть холодильник, микроволновая печь и даже баня. Как говорят ребята, это большая удача. Возможность зачесть практику по учебе и посмотреть изнутри на будущую профессию. Получается, я же в эту сферу иду работать потом. Мне было интересно, как, что, почему устроено. Получить опыт, посмотреть начальство тоже, как руководители себя ведут. Были возможности поменять, но остался мне. Тянет к этому. Напомним, стоимость ремонтных работ 465 миллионов рублей. После их завершения дорога в 4 полосы будет полностью освещенной. С автобусными остановками, автопавильонами, пешеходными переходами и тротуарами. Кстати, работы по проекту начались еще в 2017 году. За это время отремонтировали мост через Барнаулку и путепровод над железнодорожными путями. Эксперты говорят, после завершения всех работ пробок здесь точно не будет. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.